На одной из фотографий две компучейки, погибшие во время бомбежки. Внизу подпись «Лон Ноу» нагло утверждает, что это вьетнамские агрессоры. А третья часть фотосборника повествовала о том, как живет население в освобожденных районах. Улыбающиеся лица юноши и девушек, занятия в школах, репетиции танцевальной и молодежной ансамбле. Митинги в поддержку Национального единого фронта Камбоджи. Кампучийцы верили фотосборнику в малиновой обложке. Кто мог подумать тогда, что через три года люди, обличавшие злодеяния марионеточного режима, сами совершат еще более чудовищное кровавое преступление против собственного народа. Кто мог предвидеть, что люди, обещавшие Кампучийцам мирную, счастливую жизнь, закроют школы, запретя танцевать улыбавши? Несколькими месяцами раньше, 4 марта 1974 года, полподписал вьетнамским руководителям, «Со всей откровенностью и от всего сердца могу вас заверить, что при любых обстоятельствах я останусь верным великой солидарности и великой революционной братской дружбе между Кампучи и Вьетнамом». Полпот лгал своему народу, обманывал народ Вьетнама, примазавшись к поколению подлинных борьцов за свободу и независимость Кампучии. Он самым бессовестным образом заимствовал их мысли, идеи, слова, чтобы сначала завоевать их доверие, а затем обмануть и предать его. Приближался апрель 1975, и население всей страны жило в ожидании скорой победы и скорого мира. Никто не ждал предательского угла, удара из-за угла. Вернее, почти никто. Нашлись люди, которые уже тогда смогли рассмотреть под маской революционеров истинное лицо главарей свергнутого ныне режима. Но эти люди вдруг стали бесследно исчезать. Точно так же, как было в Советском Союзе во время Берии и Ежова. Нацию приговорили к смерти. Приговор был вынесен китайскими руководителями, и его исполнение поручено клике Пол Пота Янгсари. После того, как режим пал, и мир смог получить первое представление о подлинных масштабах чудовищного преступления, в Пекине вдруг стали проговаривать, что там, где не знали истинного положения вещей, не знали о массовых убийствах, геноциде, ложь, Китайские лидеры не только знали об этом, они санкционировали массовые убийства и геноцид. Цель – полное истребление кампучийского народа и переселение в Кампучию 10 миллионов китайцев. «С народ», «С народиста английского в КалиниGIS «С народист», «С народист» ПЕСНЯ Об этом я узнал во время своего пребывания в Пнампене, продолжает корреспондент Левин, от кампучинских товарищей. Коль скоро в Пекине рассматривали Кампучию как китайскую территорию, там сочли возможным распорядиться судьбой целой нации. ПЕСНЯ И с 17 апреля 1975 года приговор начал приводиться в исполнение. Полпот и его сообщники подготавливали почву для этого заранее. Командир батальона Тхом Борит из Прейвенга рассказывал. Еще задолго до 1975 года я почувствовал, что полпот и его окружение стали проводить линию, направленную против ветеранов национально-освободительного движения. В нашей уездной организации постоянно проходили собрания, на которых подвергались критики те, что принимали участие в войне сопротивления против французских колонизаторов. Это заставляли делать нас, молодых. Точно так же убрали Блюхера, Уборевича, Сухачевского и тех видных военных деятелей Советского Союза. Их увозили на политические курсы. Как нам говорили, а если кто-нибудь интересовался, почему тот или иной товарищ долго не возвращается, ему отвечали, что тот товарищ получил после курсов назначение в другую провинцию. В 1975 году в нашей организации не осталось ни одного ветерана. Но никто не задумывался над этим. Никто не усмотрел в этом ничего странного. Ведь нам постоянно внушали, что руководство очень много думает о нас, и что нам только нужно четко исполнять все его указания и распоряжения. Как мне рассказали позже, политические курсы были лишь предлогом для того, чтобы расправиться со старыми кадрами, не вызывая при этом ничьих подозрений. Участников войны сопротивления против французских колонизаторов. А следом за ними и тех, кто стойко боролся против агрессии США и марионеток американского империализма, просто убивали. Убивали без лишних свидетелей в джунглях. Ведь эти люди представляли собой большую опасность для полкота, были серьезным препятствием для притворения в жизнь планов, начертанных в Пекине. Глубоко впитавшие в себя идеи марксизма-ленинизма, воспитанные в духе дружбы и боевой солидарности с вьетнамскими коммунистами, делившие с ними все тяготы борьбы против общих врагов, они не дали бы себя обмануть кучке ренегатов. Они не позволили бы ввести в заблуждение новое поколение тех незрелых и неискушенных в революционной борьбе людей, которые по приказу полкота обрушили мотыги на головы своих соотечественников. По мере приближения победы над проамериканским режимом, достигнутой благодаря мужеству кампучийского народа и боевому братству с Вьетнамом, а не личными заслугами полкота, как он впоследствии станет утверждать, масштабы чистки росли не только по горизонтали, но и по вертикали. Полпот торопился убрать со своего пути потенциальных противников на всех уровнях партийного руководства, как некогда в России Сталин. В то время он не решался еще нападать на высших руководителей освободительной борьбы, но их участь уже была предрешена. После прихода полкота к власти бесследно исчезли Ху Юон, министр внутренних дел, Ху Ним, министр информации, созданного в свое время в Пекине королевского правительства, национального единства Камбоджи и другие руководители, считавшиеся умеренными. Заодно полкот убрал с политической арены Исиануха, который был мобилизующим символом для крестьянских масс, своего рода знаменем борьбы против лонноловского режима. Знамя выцвело, поистрепалось и оказалось больше ненужным. Принца отправили подальше от столицы, в провинцию Сьем-Риад, где его держали под домашним арестом. После свержения полкота Пекин пытался снова размахивать принцем в Организации Объединенных Наций, как флагом кампучийской нации, а точнее бывшего режима, но флаг давно уже стал под выленившим куском материи и не произвел впечатления. Знамя 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 Он начал говорить то, что думает. Сняв с себя маску революционера, но по-прежнему именуя себя таковым, Пол Потт заявил, что для построения невиданного в истории социалистического общества достаточно одного миллиона кампучийцев из восьми. Впрочем, не стоит переоценивать Пол Потта, как теоретика. Он был исполнителем и шел к поставленной пред ним цели с упорством, получившего хороший аванс агента. В кампучии массовые убийства жителей, ликвидация целых слоев населения, геноцид в масштабах всей страны, которую Пол Потт называл своей родиной, наводят на мысль о том, была ли ему родной эта нация. Не формально, а фактически, так сказать, духовно, Пол Потту мешали все кампучийцы, а тот миллион, которому он великодушно разрешил жить, видимо, решили оставить для того, чтобы помочь освоиться на новом месте китайцам, которых намеревались сюда переселить. Ведь переселенцам всегда требовались аборигены для выполнения черной работы. Ужасаясь чудовищным методом притворения в жизнь этого невиданного дикого замысла, не перестаешь удивляться тонкой продуманности плана. Все население кампучий было разделено на три категории. Третье, самое низшее, люди, служившие режиму Лоннола. Сюда же была включена интеллигенция, бывшие крупные торговцы, предприниматели. Во вторую категорию были включены остальные жители районов, находившиеся под контролем лонноловских властей. И к первой, высшей категории, относилось население освобожденных в то время районов. Лица, включенные во вторую и третью категории, были объявлены врагами нации и подлежали немедленному уничтожению. Ликвидации подлежали также провьетнамские элементы. К ним относились в основном население пограничных с Вьетнамом районов, кампучийцы вьетнамского происхождения. Орудием для осуществления своих преступных замыслов Пекин и Полфот избрали неграмотных крестьян из первой категории и молодых идеологически неокрепших солдат освободительных сил. Обмануть их было несложно. Им сказали, что главная причина их тяжелой жизни в прошлом, главным препятствием счастья в будущем являются жители городов, те, кто принадлежит к третьей категории. Так были натравлены братья на братьев, отцы на сыновей. Но когда же это началось? Послушаем сегодня, как говорят об этом официальной власти. Пора приступать в строительство социалистического порядка. Новый потрясающий грохот человеческой боли. Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира. Вопрос о войне и мире настолько ясен, что, кажется, я могу без всяких предисловий огласить проект воззвания к народам всех воюющих стран. Так сказал Ленин на первом заседании в 1917 году. И мы знаем, что, начиная с этого дня, всюду потекла рекою человеческая кровь. Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь. Голос его гусской подсори. Не неприятный, а словно бы приобретенный многолетней привычкой к выступлениям. И звучал так ровно, что казалось, он мог бы звучать без конца. Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонялся вперед. Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него. Обращение к народам и правительствам всех воюющих стран. Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией и опирающиеся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Предлагает всем вою. Продолжение следует... ...правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. От его слов веяло спокойствием и силой глубоко проникавшими в людские души. Был совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин. Ровно в 10 часов 35 минут Председательствующий предложил всем, кто голосует за обращение, поднять свои мандаты. Один делегатор попробовал было поднять руку прочь, но вокруг него разродился такой взрыв негодования, что он поспешно опустил руку. Принято единогласно. Неожиданный стихийный порыв поднял нас в тиркады. И наше единодушие вывелось в стройном волнующем учащении этого шага. Масоны знали, какой создать Диму. На разрушениях все, до конца. Какой-то старый день стал расслабиться к ребенку. Могучий Дим запомнялся. Вырался сквозь уши из двери и уносился в притяжении. Конец войне! Конец войне! Радостно улыбаюсь, говорил мой сосед, молодой рабочий. Конец войне! Конец войне! Конец войне! И мы стояли в каком-то неломском молчании, чей-то голос крикнул их задних следов. И мы, товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу, и мы заперем медленную и грустную, но победную песню, глубоко русскую и бесконечно пролученную. Что нужно было бы петь сегодня, видя, что совершается под знаменем этой революции? Вы жертвы упали в борьбе роковой, в любви бессоветной к народу. Вы отдали все, что могли за него, за жизнь его, честь и свободе. Во имя этого десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских судьях. Но все-таки свершилось больно, властно, нетерпеливо. Первоначальной, если можно так выразиться, теоретической базой для убийств, была идея борьбы с врагами, а точнее, ее подобие. Маховик массовых убийств должен был раскрутиться, но для этого требовался первоначальный толчок. Решение было найдено, и охота за ведьмами началась. Выявление и уничтожение врагов, в кавычках, всячески поощрялось. За каждое убийство выносились благодарность. Людей повышали в чине, стимулируя тем самым еще большее рвение. Маховик раскручивался все сильнее и сильнее. К стремлению уничтожать врагов прибавилось опьянение безнаказанностью и властью. Ты раньше был моим соседом, был грамотным, имел профессию, а я был человеком незаметным и был вынужден присмыкаться пред собою. Ныне я решаю твою судьбу. Так было и во времена Октябрьской революции и Гражданской войны. Пролитая кровь дурманила, пробуждая самые низменные инстинкты. Теперь главарям режима уже никого не нужно было заряжать идеей. Массовые убийства стали нормой. К подобию идеи и опьянению властью прибавился еще один элемент – страх. Человек, убивающий изо дня в день себе подобных, не может не бояться окружающих. Он ждет ответной реакции. Уже в каждом видит своего личного врага. Вспомните годы культа личности Сталина. И ответная реакция есть. Люди не могут жить в условиях постоянной угрозы для собственной жизни. Одни просто жалуются на тяжелую жизнь, другие убивают своих мучителей и бегут в джунгли, в соседний Вьетнам, в Таиланд, спасаясь от кошмара. «Я убивал, чтобы не быть самому убитым», – сказал мне один из арестованных функционеров полпота, «когда нам, иностранным журналистам, разрешили увидеться с этими людьми. Я боялся, что меня убьют жители деревни, и боялся вышестоящего начальства. У нас многих казнили за проявление мягкости. Итак, механизм истребления был поставлен на автомат. Но это, естественно, не мешало главарям режима подливать масло в огонь, чтобы не дать пламени хоть немного угаснуть. Трагедия кампучийского народа снова и снова свидетельствует о том, какую опасность стоит в себе маоизм для мира. Не маоизм только, но и советизм. Сатанинское масонство, породившее эту гидру. Кошмар сталинизма, выписанного Лениным, повторяется на азиатах. И все это лишь репетиция перед воцарением антихриста. Демоны зла. Дух атеизма стелился в взбесившихся материалистов-коммунистов. И вся беда в том, что верующие, простые священники и архиереи прославляют этих правителей и нигде никогда не обличают их, что они своими лживыми увещаниями, обещаниями построить царство на земле без Бога, завели в заблуждение весь народ. Но они лучше проливают свои речи, слащавые, никому не нужные. И также мечут громые молнии против нейтронных бомб. Но все уже это было сказано. Опомнитесь, обратитесь к Богу, ибо спасение у Него. Продолжаем чтение материалов из комсомольской правды. Значительное число американцев, говорит социолог Генс. Уверены, что их голоса просто ничего не знают, не значат. Так как политические деятели все равно говорят одно, а делают другое. Часто отказ от участия в голосовании – это своего рода политический бойкот против антинародной политики правящих классов. В нашей стране на выборах Верховный Совет СССР проголосовало 99,9% избирателей. Цифры, свидетельствующие о морально-политическом единстве нашего общества, говорят сами за себя. Время – хороший лекарь. Однако злодеяния преступной клики Пол Пота и Янг Сари столь велики, что потребуется не только время, но и колоссальные усилия всего кампучийского народа для восстановления нормальной жизни в стране. Почти четыре года в Кампучии продолжалась кровавая культурная революция, вылившаяся по указке из Пекина в массовое истребление целого народа. Страшный итог – три миллиона убитых из восьми, начинавших эту страну. Они еще не научились улыбаться, эти кампучийские ребятишки. Оторванные от своих семей, изгнанные из родных краев, дети многострадального кхмерского народа, были лишены всякого, всего, что составляет счастье ребенка, материнской любви и отцовской ласки, прелести беззаботной игры и радости познания мира. Вместо этого их уделом стал изматывающий непосильный труд, труд почти наравне со взрослыми. Жизнь в сельскохозяйственных кооперативах, куда было согнано и городское, и сельское население страны. Ведь пекинские марионетки ревностно проводили в жизнь лозунг «Мао! Деревни окружают города!» была абсолютно нестерпимой. Зловещая тень смерти витала над всеми и каждым. Своими глазами видели это малыши, как тот, кто вчера еще жил, страдал, надрываясь на работе, томился на нескончаемых собраниях, на завтра исчезал, бесследно, словно и не существовал никогда. Почему прежние правители Кампучи решились на подобное варварство, на преступления против целого народа? Постепенно стало ясно. Только безжалостно истребляя людей, они могли рассчитывать на внедрение своей, а точнее, маоистской концепции общественного устройства. Главная задача заключалась в том, чтобы превратить человека в землеройную машину, убить в нем все человеческое. Шла погоня за утопией абсолютной уравниловки. Никаких городов они создают неравенство, ведь мао учил, что деревня победит город. Врачи, лекарства, чушь. Деревья и трава куда лучше всяких западных ядов. Квартиры, мебель, буржуазный быт, с которым следует раз и навсегда покончить. Земля, в крайнем случае хижина на ней. Вот что отныне твое жилище. Деньги надо немедленно упразднить. Книги тоже, они напичканы буржуазными идеями. Образование ни к чему. Лопата куда полезнее карандаша. Нужно учиться одному, работать в поле. Кто из здравомыслящих людей мог поверить уверениям полфота, что подобное общество будет примером для всего мира, особенно для Азии. Никто. Было очевидно другое. Дискредитируются все принципы и идеалы социализма. Следовательно, надо было уничтожать каждого способного мыслить человека, в первую очередь интеллигенцию. Жителей городов. Бывших государственных служащих и оставить лишь надежных, то есть темных, необразованных, желательно подростков, кто стал бы безропотным рабом. Но физически сильным рабом попробуй с 6 утра до 10 вечера гнуть спину на поле. Поэтому старых, больных, просто ликвидировали. Кампучийскую нацию практически приговорили к смерти. А тех, кто чудом вырывался из лад палачей, находили и убивали снова. Почти полностью уничтоженные национальные меньшинства, бесследно исчезнувшие в результате массовых преследований и казни народности и племена, таковы чудовищные результаты политики геноцида, проводившейся преступной кликой Полпота-Янгстари в Кампучии. Многочисленные свидетельства этой варварской политики приводятся в распространенном в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН-докладе в подготовленном комиссии по расследованию злодеяний кровавого режима Полпота-Янгстари. Узурпировав власть в стране, эта клика сразу же взяла курс на уничтожение национальных меньшинств в многонациональной Кампучии. В официальных инструкциях в черном по белому было написано «В стране существует лишь одна нация, лишь один кхмерский язык». С настоящего момента больше не существует разных национальностей. Необходимо полностью вытравить сознание национальной принадлежности, язык, этнические особенности, нравы и обычаи, прежнюю религию. Следуя этим указаниям, приспешники режима приступили к полному уничтожению представителей более чем 20 национальных меньшинств Кампучии. Астрие своих чудовищных действий палачи направили против тех, кто принимал активное участие в освободительной борьбе против французских колонизаторов ассо-американских агрессоров, констатируют авторы доклада. Вместе с ними уничтожались и другие представители национальных меньшинств. Так, например, в провинции Бастамбанг проживало 1800 семей Лао. После освобождения осталось всего лишь 800 семей. Общая численность меньшинства Тай когда-то составляла около 20 тысяч человек. После освобождения в январе 79-го года в живых осталось приблизительно 8 тысяч. До сих пор члены комиссии не обнаружили ни одного представителя некогда многолюдного народа Кула. Жестокому истреблению подверглась народность Шам. По оценке авторов доклада полковцы уничтожили три четверти этого национального меньшинства. Приговоренных к смерти Шамов связывали и большими группами доставляли глубоким рвам. В одном из таких рвов свидетельскую доклад было погребено не менее 20 тысяч человек. Палачи уничтожали не только взрослых, но и детей. Их помещали в мешки из-под риса и бросали в реку. Один из очевидцев рассказывает, как пять детей в возрасте от двух до пяти лет полпотовцы бросили в высохший колодец, забросали их соломой, облили бензином и подожгли. Подобных примеров, от которых кровь стынет в жилах, в докладе приводится немало. Это дало авторам документа полное право обвинить клику полпотой Янгстаре в совершении чудовищных преступлений против кампучийского народа. Они добавляют, что единственным исключением из этой кровавой политики являлись лица китайского происхождения, которые имели привилегии благодаря вмешательству Пекина. Китайского происхождения, не стоит сотрудник газет, великая сводка с новостей и постоянно звучит в разного рода заявлениях. О кампучии говорят и те, кто воистину озабочен безмедлыми страданиями в упошенных на долю кахмерского народа, и те, кто под маской поборников гуманности хотел бы продолжать мешать вовнутренне юра социалистических стран. Утром наш самолет стартовал в аэропорт города Хошемина на юге исторической республики Вьетнан и взял в курс на основном день в столице Кампучии. Накануне, где-то вдоль побережья, промчался тайфунин. В Хошемине было влажно и душно, везде собирался дождь, да так и не собрался, по небу ходили низкие херые тучи. Утром погода заметно прояснилась, самолет шел на небольшой высоте, и к тому моту было хорошо разглядеть землю, исполошованную дамбами, дорогами и каналами, зеленеющими квадратами полей, неровными скраплениями лесов и болот. А расстояние от Хошемина до сна пения недалекое, поэтому вот-вот мы должны были пересечить границу Мухъестнама и Кампучии. Обычно, когда собираешься в дорогу дальнюю, когда летишь в края, где не бывал прежде, изучаешь их по книгам, справочникам, сообщениям мировой прессы. Примечный Кампучии такой метод сегодня не годится. Сообщениям мировой прессы о том, что происходит в Кампучии, верить сейчас довольно рискованно. И это, кстати, еще раз подтвердила наша поездка. Слишком однобока и интенсивозная информация, обрушившаяся огромным потоком на голову обывателя западных стран. Но от справочники тел, увы, безнадежно устарели, стали только окаменевшие историю. Ибо страна, которая словно по иронии судьбы бывшие ее правители нарекли демократической Кампучии, пережила небывалую трагедию. Режим полкота и янг-сарин перечеркнулся к Кампучии. Он умирал курицу, вырвать в скорбь память о прошлом. Ведь в концлагере, в казарму, а именно в концлагере казарму превратили эту жемчужину Азии воспитанную на бредовых идеях мало палачей, в этих лагерях смерти и казармах никто не должен был вспоминать былое, не должен был думать о будущем. Я встречал еще до поездки нескольких очевидцев, которые были в мое время в первые дни после его освобождения патриотами в январе этого года. Я слышал жеединяющие хепты рассказы и не могу не верить. Но и поверить то, что они видели своими глазами и слышали о скампучийцев, чутом перешивших страшный корм, было невыносимо трудно. Настолько все происшедшее не укладывалось сознаний, настолько с этим трудно было примирить. Командир экипажа сообщил, что мы перечисли границу. Внизу, по крылуам самолета, лежала древняя земля. Земля, которая в финбарской дне, 1979 год, того самого момента, когда над олимпийским стадионом в Мампире взялись красные знамена с золотистым петербургом Ангкора, заново начала отчет своей истории. Внизу, по крылуам самолета, почти повсюду, насколько хватало глаз, был разлив, вот великий разлив. Озеры и реки, лишние берегов, затопили поля, вплотную подступили к дорогам и дамбам, из сиюля по оскаврю. Дожди здесь особенно сильны и обильны. Они изливаются с небес многочатовым водопадом, сплошной стеной воды. Кто знает, может быть, эти воды сотрут часть рубцов многострадальной земли, затянув илом и песком могилой еще не погибных людей, а может, наоборот, разлив отношить новые раны и откроют новые страницы трагедии. Я смотрю вниз и думаю о том, что происходило там, на земле Кампучи, в черный и не фашистского режима. Я смотрю на сосредоточенные серьезные лица моих спутников. Они привели к иллюминаторам, взглядывают в этот разлив и легко догадаться, думают о том же, о чем думаю и я. Три миллиона из семи миллионов жителей Кампучини были застрелены, убиты мотылями и палками, замучены в тюрьмах и лагерях, умерли от голодной болезни. Города Кампучини, которые некогда считались красивейшими среди городов Юго-Восточной Азии, были привлечены в пустынные и безжизненные города-призраки. Все население, вначале больных, стариков, березами женщин, детей, было выброшено, именно выброшено из городов в считанные часы и отправлено никуда. Немного случая, спасли вы жители деревни. Они тоже были депортированы из родных мест, особенно с так называемой коммунной, и привлечены в низких работах, удел которых только один, работа. И зловая зрительная работа с подхода солнца до заката на рисовых четверх, за похлёбку из общего котла это чашку риска. Не смей пыль, жалуй, принимай. Не смейте здоровы, готовить себе пищу, сорвать плот с деревьев, не смейте любить, читать, петь песни. Такова жизнь, навязанная народу ангкой, организации бонгбота и янгцарей, любви в черных рубашках. Малейшее слушание, опоздание на работу, оброне не изначально сомнения, тебя ожидает косанг, то есть перевоспитание. Ещё один косанг, и человек исчезает бесследно. Часок прибежается, бежит по бетонной дорожке к Санкт-Петинскому аэропорту по Чантону. А человек порой только за то, что он носил очки. Расточка, значит, рамки. Солдаты революционной армии атаковали столицу с юга и удавались на улице Поведения через лоб над рекой Костак. Затем наступающие отряды стали продвигаться по центральному проспеку, а часть отряда освободителей свернув на восток отправилась по шоссе, что ведёт из города в аэропорт по Чантону. Картина, что представила из зоны, уже неоднократно описана. Четыреста улиц и лучи Компея представляли мёртвые города. На сегодняшний раз к мерзке ученики Мау недаром получили от своего учителя бывшую похвалу. Они без сомнения угрозов выкинули несколько дней жителей Компея, а в апреле 1975 года здесь проживало более 2 миллионов 300 тысяч человек. 17 апреля 1945 года 9 часов 25 минут. В Мау пыль пошли красные смеры. Люди вышли навстречу. Они радовались приходу освободителей, но не предполагали, что те будут строить новый порядок к предшествам китайской культурной революции и новоявленные докториёры пересчевеляют своих наставников. 17 апреля 1975 года 9 часов 25 минут. Даже минуты зафиксированы. Только вот приказал остановить часы на Олимпийском стадионе. Часы были остановлены и на всех городских зданиях. Время будто замерло и над страной опустилась крупная завеса бамбуковые заны. Палачи готовились к выполнению своей программы и не хотели, чтобы мир вновь о расправе и о настоящем геноциде. И вот мы едем по той самой дороге, по которой разведывательные отряды революционных сил шли в январские идеи этого года. Странное чувство охватывает себя при въезде в Мюнпень. Ты нас слышу на городе призраки, а не естественно безмолвые улицы бульваров. Ты смотришь по сторонам и отмечаешь каждую мелочь, на которую в других случаях жена не обратила внимания. Когда на встрече нашей машины попадается одна повозка подопряженная бульвара, за ней другая. Когда вдруг встречаешь вернице велосипедистов, когда калатин журналистов с отметки ниже 0. Мы просто вдохнули поруганную, не свергнутую в прошлую страну. И сегодня как символ прикидка эксперимента на Камбучийской земле высится на одной из центральных улиц в Мюнпене руины государственного банка. Полковцы не только отменили деньги, они взорвали банк. И до сих пор, хотя прошло более четырех лет, вдруг в мехи с высохшими листьями, ветер закружит на тротуарах старые бумажные купюры. И сегодня видишь разгромленные дома, из окон которых прорастает буйная тропическая зелень, развороченные бензоколонки, поломанные проржавленные станки мастерских, банды которых окопались в жунках в пустой лампской границе. Есть сведения, что Пекин и центральное разведывательное управление поставляет бандам полкот оружия и боеприпасы. Вот вам и разговоры о гуманной помощи. Сколько же лесомерия надо иметь, как без застенчиво надо попирать факты, чтобы поддерживать преступников, использовать их в качестве прикрытия для вмешательства во внутренние дела Кампуччи, как это делают поборники из гуманности на Западе. Вместе с членами делегации но молча ходили по застенкам то сленка лампеи. Когда-то это был лицей, и шумные крички дворы оглашали двор замкнутый с трех сторон высокими в воздухе даже изданиями. Здесь силы безопасности и статусы полкота и смены пытались ни в чем неповинных людей. Здесь в этом квадрате отгорожены многими рядами колючей проволоки. Она сохранилась и поныне все отставлено как было. Запекшиеся лужи кровью в железной кровати, к которым приковываются тяня осужденных, орудия средневековых плиток, скрученные вдвое жгуты желтой проволоки, топоры, дубинки из железного дерева, железные цепи и кандалы. И фотографии арестованных, фотографии казненных в списке жертв, в которых порой против фамилии стоит одно единственное обвинение врач, бухгалтер, учитель. Казни и коммунный казарм, орудия пыток опустошенные города, не это ли вызвало такой восторг Мао? Вы добились великой победы, говорил великий коручий, горячо принимая полкоты, одним ударом ликвидировали классы. И как будто все забыли, в том числе американские ездили, что в свое время и президент Картер рассказал мне лестные слова в адрес убийц кампучийского народа, а Нью-Йорк Таймс даже назвала политику динашида копией Освенцима, мрачнейшим периодом XX века. Я видел своими глазами следы этого азиатского Освенцима, видел человеческие кости и грубый черепов, чуть засыпанные землей голоса людей, их живьем закапывали в землю, а горло перевязали жесткими пальмами листьями, которые засугались как пилы. Я видел колоссы, кишащие мухами, которые сбрасывали детей и стариков. Есть обвинительный акт и приговор по делу клики полпота Янгсари виновных геноциде. В середине августа в Мумпене работал народно-революционный трибунал. На его заседаниях присутствовали юристы, представители общественности, журналисты из многих стран мира. Чудовищные преступления прокитайских головорезов разоблачены перед всем миром. Мы посетили детский приют на одной из центральных улиц Мумпене. Малыши, может быть, впервые узнавшие, что такое одежда, встретили нас как дорогих гостей, проводили на второй этаже большую классную комнату, где не было ничего, кроме большого длинного стола и большой скамейки. Их они, оказывается, поставили для нас, для гостей, а сами тихо уселись на полу, придали нас внимательными глазами, детскими, живыми, но еще со старками очков. Они слышали, как учительница рассказала нам о том, как забывали одежду и кровати для этих малышей, а число их превышало всякие нормы, как идет жизнь учеба воспитанников приюта маленьких граждан Новый Кампуччи. Обновленные пили играли для нас, наверное, так же. Уз Кампуччи, президент Всемирного Совета Мира, руководитель нашей делегации Ромаш Чандра, выступил заявление. Всемирный Совет Мира творил заявление, обращается ко всем правительствам, ко всем правительствам и неправительствам и организациям, всем людям, ко всем, кто с миром, с нами, независимым, ко всем, кто... Тайна беззакония в действии. Масонцы, часть четвертая. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, едающие, народ мой, как едят хлеб и непризывающие Господа? Салом 13, четвертый стих. Салом 13, но не всегда будет мрак там. Здесь не будет, он оттуда сделан. Сегодня усиленно скрывают, что все дело в Кампучии было задумано масонами, отрепетировано и опробовано на малой территории Азии. Кто знал, кто читал, что февральскую революцию, свержение царя Николая II запроектировали и воплотили в дело масоны. И, начиная с 17-го года, тщательно хранили в тайне. Настал момент и прорвало лавину информации о делах масонов. Почему же молчали до сих пор? Не приспел еще час. Вот что теперь масоны решили дать толпе узнать. Только то, что считают нужным. И ни слова не говорят о том, что эти масоны передали власть теперешним руководителям страны Совета. Считаем статью из газеты неделя номер 27 за 1979 год. Автор Вадим Пигалев Закат Юпитера Ученики притихли. Мастер продолжал. Мы утверждаем, что число наших верховных организаций продолжает расти, как растет и наше влияние в мире. Если вы внимательно следите за нашей свободной прессой, то не могли не заметить следующее частное заявление наших почтенных братьев. Дон Константино Альварес писал, что несмотря на известные изменения в Португалии, члены Великого Востока в кавычках занимают многие руководящие посты в этой стране. Журнал Лектюр Францес недавно отмечал, что наши братья весьма широко представлены в высших политических сферах Франции. Возможно, вы уже слышали о существовании трилатераль межнационального общества финансистов и влиятельных людей. Многие профаны полагают, что это некое независимое таинственное общество состоятельных людей, не связанных никакими обязательствами с орденом. Но они глубоко заблуждаются. Трилатераль, как и некоторые другие влиятельные общества, управляются нашими просветленными и почтенными братьями. Чтобы исчерпать затронутую тему, приведу еще один пример. Известно, что в странах Среднего Востока наши братья укрепили свои позиции и сделали этот район благоприятным местом для распространения тайных обществ. Оратор ложи окинул тяжелым взглядом своих слушателей и пришел к внутреннему убеждению, что правда и вымысел, действительно и желаемое, прозвучали в его устах достаточно убедительно. Я рад, друзья, что после занятий в недрах братства ваш разум постепенно стал освобождаться от предрассудков и дурных привычек профанам. Вы, как мне думается, стали осознавать, что свергать престолы, увлекаться политическим сектанством, искренне спорить с профанами, заявлять о своих стремлениях с открытых трибун это не наше занятие. Поэтому важно, чтобы вы в повседневной жизни ничем не показывали своей причастности к братству. Вы дали клятву верности ордену. Эта клятва сильнее и священнее любых обещаний и присяг, произносимых в профанском обществе. В конце беседы мастер сообщил своим слушателям, что дальнейшее посвящение в масонскую учебу они будут проходить в русских ложах, где опытные братья объяснят им суть дальнейшей работы и круг обязанностей. Впрочем, не будем более утруждать читателя масонской казуистикой, таинствами и демагогией обитателей лож. Перейдем к некоторым пояснениям. Кто такой мастер? Это руководитель одной из многочисленных масонских лож, поддерживающей тесные контакты не только с влиятельными политическими деятелями и финансистами, но и подрывными службами и империалистическими разведками Запада. Кто такие ученики? Это вновь принятые в ложе разного рода отщепенцы, покинувшие родину и перебравшиеся на Запад. Что такое русские ложи? На этом стоит остановиться подробнее. И расскажем мы об этом на примере, ну, скажем, ложе Юпитер, входящий в состав международного ордена и подчиняющийся великой ложе Франции. В 20-х годах многие белые мигранты, переехавшие во Францию, вступили в тесный контакт с ложей Великого Востока и Великой Ложей Франции. В них они прошли соответствующую подготовку. Затем французские братья предложили своим ученикам организовать русские ложи. Нет, не просто предложили, а потребовали представить программу и цели будущих лож. Зная позицию и настроение своих наставников, русские братья поспешили составить соответствующую пестицию. В ней говорилось, что необходимо создать русское масонство для переноса его в Россию. Во втором пункте подчеркивалось, что это в интересах ордена вообще и французского масонства особливо. Ибо вольные каменщики разделяют идеи братства и заверяют, что русское масонство будет проводником этой идеологии. Были даны и другие обещания. в инициативную группу, получившую название предварительный комитет по разработке плана учреждения русских лож в Париже, вошли следующие эмигранты Кандауров Кедрин Кров Макшеев Фон Мек Нагродский Фосохов Савенков Чайковский Бениксен Хогушев Марктоу Маркотун Маринович Мамонтов Соколов Антов Ревелиоти и другие. В целях маскировки группа первоначально выступала под видом благотворительного общества Лебон Самартайн. Так называемая торжественная инсталляция капитуля Астрия, ранее существовавшего в России, состоялась разрешение Верховного Совета Франции 15 ноября 1921 года. В списке французских лож капитул получил номер 495. Вслед за Астрией последовало открытие новых лож Северное Сияние Гермес затем Золотое Руно от которой отопочковалась ложа Юпитер. Чем же занялись русские братья собравшиеся под стеню масонского щита и руководимые великочтимыми мастерами Франции. Темы масонских докладов 1927 года говорят сами за себя. Во-первых, много времени было уделено обсуждению вопроса о коммунистической опасности для Франции. Масон Морис Лоран постарался в своем выступлении обрисовать реальную ситуацию. А русские братья, у которых еще свежи были воспоминания о событиях предшествовавших Октябрьской революции, выступили со своими умозаключениями. Они пришли к выводу «Коммунизация Франции невозможна». И это чрезвычайно вдохновило вольных каменщиков. Тема другого доклада «Положение в Китае». Члены Ложи говорили о необходимости установления более честных контактов с масонами Китая, чтобы воспрепятствовать проникновению коммунистической идеологии в эту страну и не допустить того, чтобы в Китае вспыхнула социалистическая революция. В 1929 году члены Ложи Юпитер значительную часть времени посвятили разработке планов по внедрению масонства в нашу страну. Это мы читаем из советской печати, то есть то, что масоны разрешили напечатать, все это есть дезинформация. На самом деле они коммунистическое учение насадили в Китае, чтобы мир разбить на два лагеря и путем конфронтации поднять гонку вооружения и все золотые запасы мира выкатить швейцарские банки. Согласно их планам, тайные Ложи в Социалистической Республике должны были явиться той силой, с помощью которой предполагалось свергнуть существующий строй. После Второй мировой войны деятельность Юпитера не прекратилась. Напротив, Ложа активизировала свою шпионско-подрывную работу. Списков членов Ложи послевоенного периода мы встретили ряд новых имен. Анатолий Андрус, Александр Блюменталь, Савва Гелилович, Александр Гефсер, Николай Еврейнов, Борис Покровский, Яков Рабинович, Борис Синицын и так далее. Посвящая свой доклад организационной структуре и принципам организации объединенных наций, масон Шклявер, выражая мнение своих наставников, заявил о том, что надо сделать все возможное, чтобы в ООН проникло как можно больше вольных каменщиков. Их задача склонить ООН к принятию таких международных законов, которые бы заставили отдельные страны постепенно отказываться от своего суверенитета, чтобы тем самым создавать благоприятные условия для распространения космополитизма и влияния масонства. В конечном итоге, по мнению докладчика, это должно привести к созданию наднационального международного органа, то есть подобие мирового правительства. Это будущее правления антихриста на земле. Здесь масоны прямо говорят, что все ключевые посты в ООН они захватили, чтобы оттуда диктовать свою волю всем народам. Вместе с тем, в этот послевоенный период масоны большое внимание уделили изучению психологии обывателя, а также вопросам завоевания вольными каменщиками авторитета среди профанов. Русские вольные каменщики эмигранты как и ранее в царской России не были посвящены в самые высокие градусы в кавычках. Это собственно и позволяло великочтимым мастерам и гроссмейстерам не допускать русских братьев к сокровенным тайнам международного масонства. Чтобы не вызвать тем самым лишних подозрений и недовольства среди русских каменщиков, избранные лишь изредка посвящали высокие градусы наиболее фанатично преданных масонству братьев. Да и то, как правило, русские удостаивались этой чести на склоне лет. Например, С.Г. Монахов, всю жизнь верно служивший международному масонству и его руководителям, был посвящен за масонские заслуги в 33-й градус лишь тогда, когда находился фактически на смертном одре. Масоны разрешают напечатать это Пигалеву и Семенову для того, чтобы на эту тему больше никто не посмел ничего говорить. Все это есть дезинформация. Они говорят, что вот до февральской революции были масоны, но их свергла правильная октябрьская революция во главе с Лениным. И теперь масонов здесь нет, хотя прямо они это не говорят. Если масоном был Дитлеров, но его разбили, ведь это же на Западе, но не здесь. И те, которые читают эту информацию, они так и думают. А на самом деле масоны делают генеральную репетицию над всем миром, и здесь они находятся и притворяют в жизнь свои бредовые идеи, воцарение своего ставленника. Русских масонов эмигрантов старались не допускать к высшим таинствам по ряду причин. Среди них было немало националистов, придерживавшихся крайних монархических и одновременно славянофильских взглядов. Руководители масонства, конечно, старались использовать эти настроения в пропагандистско-подрывных целях против стран социализма. Но не более чем использовать. Допускать же масонов националистов ко всем таинствам братства было рискованно. Для некоторых из них это могло послужить поводом для разочарования в масонстве. Ибо высшая цель масонства борьба с национальной самобытностью, расшатывание государственных устоев и распространение идей космополитизма с целью воспитания людей в духе преданности братству, а не почитания гражданских обязанностей. Что же касается русских братьев, то им в системе международного масонства отведено конкретное место. Их задача заниматься так называемой советологией, вести антикоммунистическую подрывную работу и пытаться установить связи с инакомыслящими в советской стране, чтобы превратить их в послушную агентуру международного масонства. Не безинтересно в этой связи познакомиться с некоторыми заявлениями Г. Адамовича, сделанными им в узком кругу масонов. Кончается ли русское масонство, нашедшее себе приют вне родной земли, доживает ли самые последние свои годы? Нет, будем верить и надеяться, что сроки эти еще далеки. Да и кто знает, при каких обстоятельствах и когда удастся нам завязать братские отношения с отечественниками, оставшимися в России. Кто знает, когда возникнет возможность перенести нашу работу туда, в родную среду. Будущее во многом зависит от нас самих, и надо сделать все, что в наших силах, чтобы надежд оно не обмануло. На что надеются Адамович и Иже с ним? Оратор утверждает, не смогла Россия за несколько десятков лет так измениться, чтобы все наши надежды к ней обращенные оказались бы пустым обольщением. Оратор не предлагает верить в счастливую звезду, в благо расположения Всевышнего. Он считает, что надо наладить связи, пробудить интерес к масонству, но важно при этом не испугать профанов, а действовать осторожно, постепенно стараясь убедить человека в том, что его хотят разбудить, а не обмануть, и что во всяком случае насиловать ваше сознание масонство не собирается. Важно также увлечь человека таинствами. Тайно получал своих братьев Адамович как небо. Чем настойчивее ищешь в ней дно, тем очевиднее становится ее бесконечность. Заканчивая свой многостраничный доклад, адресованный масоном, оратор заявил, на нас лежит очень большая ответственность, ибо Россия возглавляет лагерь, с которым в духовном плане предстоит борьба. Адамович прожил во Франции около 60 лет. Он умер в 1976 году, унесся в потусторонний мир эфемерные планы и неосуществленные надежды. Аналогично судьба и многих других его братьев по ложам. Но так называемые русские ложи и в целом масонства не перестали существовать. Они приютили и воспитали из числа молодых столь же преданных ордену адептов. А руководят ими по-прежнему избранные великочтимые мастера, упорно мечтающие о создании мирового теневого правительства. Отрывок из статьи «Холмы и демократия. Комсомольская правда» за 6 января 79-го года. Тут землевладение вступило в далеко не святой альянс с религией и масонством, где доллар и меч фемиды, там недалеко и крест. В результате на дна к силам был воздвигнут храм масонов, эдакая гигантская масонская ложа, из которой набобы наблюдают за спектаклем, разыгрывающимся по их режиссерскому сценарию. Там внизу в смертном простонародном и разнородном Сан-Франциско. Напротив храма вонзился в Поднебесье Капидральный Собор Грейс, резиденция главы Епископальной Церкви Калифорнии. Собор велик, как грехи церкви. Почему же печать мира молчит о таких важных делах? Только потому, что вся печать мира находится в руках масонов. И ныне публикуют о масонстве только то, что разрешают эти стратеги Семеновым и Пигалевым. И ни слова больше. Когда в печати говорят слова, закулисные силы, неведомые источники, неизвестные силы, все это говорится о масонах. вот некоторые попытки, которые делали гиганты люди по борьбе с печатью мира, подверженной засилью еврея-масонства. В 1913 году во время известного судебного дела еврея Бейлиса, обвинявшегося в содействии ритуальному убийству евреями русского мальчика Андрюши Юстинского в еврейском журнале Гомер ряна номер 74 октябрь 1913 год страница 613 было напечатано русское правительство решилось начать решительную борьбу с еврейским народом в Киеве. От исхода этой титанической борьбы зависит судьба. Подумали бы вы еврейского народа? Нет, ни в коем случае. Еврейский народ непобедим и потому судьба только русского государства поставлена на карту. Победное торжество русского правительства подходит к концу. Для него нет никакого выхода. Запомните это хорошо. Мы продемонстрируем в Киеве для всего мира, что еврейство не позволит с собой шутить. И если еврейство из тактических соображений скрывало тот факт, что оно состоит во главе руководительства революции в России, то после возбуждения русским правительством киевского процесса нам нет надобности более придерживаться этой тактики. Каков бы ни был исход судебного процесса для русского правительства нет уже спасения. Таково решение еврейства. И так это будет. Марков, Война Темных Сил, страница 141, 1928 год, Париж. Если бы даже и несправедливо поступило русское правительство по отношению к еврею Менделю Бейлису, то неужели это такое великое преступление, чтобы ради него разрушать все русское государство, губить многомиллионный русский народ. Ясно, что дело Бейлиса только предлог. Барсовый зверь с пастью льва стремится победить, разрушить все христианские государства и погубить все народы, чтобы самому царствовать над всем миром, над всем человечеством. Еврейский патриот, фианист, революционер Эберлин в книге, выпущенной в Берлине в 1920 году под заглавием накануне возрождения еврейства наши, то есть еврейские задачи в стране отцов в диаспоре еврейский народ будет иметь Палестину лишь с падением английского империализма. Под английским протекторатом ни социализация земли, разумеется, отнятие арабов с передачи евреями, ни даже беспрепятственной эмиграции широких масс евреев в страну предков. Необходима энергичная борьба с английским империализмом, а для этого нужна организация азиатского и африканского типа. Азия, и в частности Индия, являются оплотом британского империализма и вместе с тем его ахиллесовой питой. Британский империализм и его меньшие братья французские, японские и другие будут окончательно побеждены лишь тогда, когда они потеряют колонии. Главным образом колонии на востоке, центры сырья. Это страницы 131-132. С ним, империализмом держав, должны бороться и мы, евреи, рука об руку со всеми державами, от Ирландии до Индии и с революционным британским пролетариатом, не поддаваясь ни заигрываниям, ни угрозам. Фера влияния социальных идей, центром которых является Россия, распространится на Ближний и Дальний Восток и внесет творческое начало в этот хаотический мир. Присоединение азиатского мира в коммунистической России неизбежно страница 133. На этом пути пролетарский сионизм встречается с советской пропагандой, которой он должен содействовать всеми силами. Наша главная задача теперь разрушение британского империализма. Снизвержением английского империализма остальные, которые являются его производными, тоже рушатся. Дорога к социальной революции мира будет расчищено. Образование еврейского социалистического центра в стране, где находятся три материка на пути в Индию, Китай, Центральную Азию и Египет несомненно окажется мощным символом для социализации азиатского и африканского мира. Страница 134. Социализация мира, как показывает всесветный опыт, в существе своем есть иудаизация мира. Палестина, бывшая колыбель иудейства, христианства и мусульманства, может быть предназначена стать центром социальной доктрины, догматов международного братства, общественной справедливости и истинного, то есть экономического равенства людей. Ия Марк «Войны темных сил» страницы 24-25 1928 год. Вообще, как бы хорошо и доброжелательно в течение целых веков не относились к иудеям, государственная власть и население страны, иудеи неизменно отплачивали ненавистью, презрением и подготовкой скорейшей гибели приютившему их государству. Вот что пишет в своей истории евреев Париж 1970 год Луи Рулан Обряд посвящения сам князя изгнания кончался возгласом в честь нового князя. Он, князь еврей, заканчивал обряд молитвою, произносимой про себя из боязни, что кто-либо не услышал не передал другим правителям, что он желает их гибели, ибо действительно царство евреев не может возникнуть иначе, как на развалинах других государств. Марк страницы 21-22 К чему же стремится еврейство? Каково будет владычество евреев? Послушайте, что говорит об этом авторитетный еврейский писатель еще в 1892 году Исидор Леп. Несомненно, что с царем Мессии или без него иудеи явятся центром человечества, вокруг которого соберутся лучшие после их обращения к Богу. Единство человеческого рода произойдет через единство религиозное. Леп. Страница 18 Народы соединятся, чтобы идти поклониться народу Божию еврейству. Все богатство народов перейдет к народу иудейскому. Они будут идти за народом иудейским в цепях как пленники и будут простираться пред Ним. Цари будут воспитателями Его сынов и царевны кормилицами Его дочерей. Иудеи будут повелевать народами. Они позовут к себе народы, которых даже и не знают и народы, которые их не знают, прибегнут к ним. Богатство моря и достояние народов сами притекут в руки иудеев. Народ и царство, которые не станут служить Израилю, будут разрушены. Избранный народ будет пить молоко народов и сосать груди царские. Он будет питаться достоянием народов и покроется их славой. Иудеи будут жить в изобилии и в радости. Их счастью не будет конца. Их сердце будет радоваться. Они будут расти как трава. Иудеи будут растой благословенной Богом, священниками, служителями Бога. Весь народ будет народом благочестивых. Благополучие евреев, иудеев и имя их будут вечны. Самые малые из них размножатся тысячами, и самый последний произведет великий народ. Бог заключит с ними вечный союз. Он снова будет царствовать над ними, и их могущество над людьми будет таково, что согласно пещенному выражению, они будут ходить большими шагами на высоты земли. Лет страницы 219-220. Сама природа будет преобразована в нечто вроде земного рая. Это будет золотой век человечества. Марков страницы 9-10. Идеал еврейства полное порабощение всего человечества и издевательство над ним. Бороться же с еврейством, стоящим во главе масонства, этим страшным зверем, похожим на барса с ногами медведя, семью головами и десятью рогами и спастью льва чрезвычайно трудно, хотя бы борьба эта была просто словесная. Прикажущейся всемирной свободе слова и печати нельзя говорить или писать ничего плохого о нас, которую изображает этот зверь. В самой Англии вы можете напечатать об англичанах что вам угодно, можете обличать их пороки, писать о них правду и неправду, и вам за это ничего не будет. Неприятности вы, конечно, можете получить, но чтобы вам за это везде закрыли кредиты, чтобы вас сочли мракобесом или человеконенавистником, этого не может быть. Также и в Румынии вы можете румын ругать как вам хочется, тоже особого вреда не получите. Если же воспретили бы вам в этих государствах оскорблять государственную нацию, можете уехать в соседнее государство и там тешиться как вам угодно над нелюбимой вами нацией, обливать ее какой угодно грязью, так это и делается. Чего бы только не было сказано про русский народ и про царя-батюшку и про священство еще в старое время, не говоря про советское. только об одной нации, притом не имеющей своего государства до конца сороковых годов двадцатого столетия, нельзя было говорить ничего дурного. Это нация евреев. иначе рискуешь всем своим состоянием и самой жизнью. Припомните о той шумихе, которая была и есть последние годы за рубежом, о гонении на евреев в Советском Союзе. И об этом ведь говорят солидные издатели, предъявляют претензии к России. Выпустите бедных евреев из тюрем, из страны. Кто может указать на гонимого еврея в Советском Союзе? И попробуйте сказать слово справедливого замечания на еврейку. «Ах, сколько обид! Гонений она увидит! И только ее одну гонят, так говорит она, потому что она еврейка. Да и бороться прямо-таки невозможно, а потому почти никто и не борется серьезно. Все опускают руки и вздыхают, видя, куда все идет. Впрочем, нашелся и в наше время богатырь, который с чисто рыцарской смелостью отважился вступить в бой с этим семиглавым десятирогим чудовищем, у которого к тому же пасть как у льва. Этот витязь национальный промышленник, собственник многих автомобильных заводов, из которых в 1929 году ежедневно выходило 8,5 тысяч автомобилей. Стоимость его имущества равняется стоимости целого королевства. И вот этот великан, автомобильный король, решил сразиться с вышеупомянутым чудовищем. Повел против еврейства только словесную войну, издавал газеты, составлял и печатал книги в миллионах экземпляров. Он не оскорблял евреев, не ругал их, а только с голыми цифрами и пактами в руках доказывал зловредность мирового еврейства. Что же в конце концов получилось? Слушайте, в течение почти десяти лет вел Форд кампанию разоблачения еврейского засилья в Соединенных Штатах Америки. С присущей ему энергией упорством он засыпал свет своей газетой и своими воззваниями против евреев. Его книга международное еврейство выдержала несколько изданий, разошлась в миллионе экземпляров и была переведена почти на все культурные языки. Данные и сведения приводимые Фордом вполне соответствовали действительности. Тем не менее, мировой Кагал обеспокоенный и раздраженный успехом этой пропаганды нашел способы и средства не только сократить самого богатого человека в мире, но заставить его публично отказаться от всего им написанного и изданного, объявить свои писания и издания ошибочными и принять меры к изъятию и продаже всех нераспространенных экземпляров его книги. Для пущего эффекта Генри Форд должен был устроить в своем присутствии всенародное сожжение своей книги международное еврейство. В официальном заявлении Генри Форд запретил распространять его книгу интердикт и аутодафе поистине пахнувшие средневековьем невольно вспоминается Галилей, которого инквизиция вынудила публично отречься от учения о круговращении земли. Впрочем, с Фордом дело обстоит хуже, чем с Галилеем. Тот осмелился напоследок воскликнуть а все-таки она вертится. Средневековая инквизиция видно не так была страшна, как современная инквизиция темной силы масонства. На всей гласности Соединенных Штатов свидетельствует Форд. Тяготеет настоящий страх перед евреями. Страх, который ясно чувствуется и причину которого надо выяснить. Ибо если американские газеты добросовестно сообщают, что один итальянец, другой поляк, а третий британец, то они никогда не напечатают, что четвертый еврей. С момента появления в печати моих писаний они находились под организованным запрещением. Почта, телеграф и словесная проповедь действовали все в одном и том же направлении. А каждые из моих статей кричали, что это стравля. На первый взгляд могло показаться, что действительно в них есть бессердечное и грубое нападение на беспомощный и достойный жалости народ, пока наконец не власть имущих денежные средства тех, кто протестовал, и число членов союзов, председатели которых возбужденно требовали моего отречения от всего, что появилось в печати, ясно на это указывают. В глубине всей этой шумихи скрыта угроза бойкота. Эта угроза и была причиной того, что все попытки предать гласности разоблачения самого невинного содержания по еврейскому вопросу до сих пор кончались в Америке неудачи. Долго боролся Форд с этим организованным против него бойкотом, но под конец не выдержал и сдался на милость евреев-победителей. Одно время этому крупнейшему землевладельцу и миллиардеру все американские банки закрыли кредит, так что Форд был принужден закрыть, приостановить все свои колоссальные заводы пока не справился с недостатком наличных денег. Но добили Форда не экономическими угрозами, а уголовными угрозами. Он сдался после того, как его автомобиль и сам он были нечаянно сброшены под откос дамбы в стремительный поток. К счастью, Форд успел зацепиться за дерево и не погиб. После этого всего испытанного он отрекся от своих писаний и стал публично восхвалять евреев. Такое необычное беспримерное в наше время явно бутафорское отречение Форда от всех своих изданий и сочинений, сделанное как для всего понятно страха ради иудейства, лучше, сильнее и убедительнее всех его произведений доказывает, что с таким страшилищем, как масонство еврейского происхождения борьба сверхчеловеческая и невероятно трудная и невольно воскликнут, кто подобен этому зверю и кто может сразиться с ним. Откровение 13.4 «Если уже такие богатыри не устояли против этого чудовища, а сдаются и кланяются ему, как же ввиду этого зверь сей не будет говорить гордо и богофульно», пишет Марков. В настоящее время в Красной России евреев менее 1%, а у власти на высших постах около 90%. евреи Троцкий Лейбабранштейн, Зиновьев еврей Маркс и основатели безбожного еврейского интернационала Рикардо Ласталь и другие во время дворцовых переворотов глашатые возвещали народу волю нового властелина с площадей. Гонцы мчались по разным дорогам империи, оповестить народу волю нового императора, диктатора. Это был первый акт после переворота. Войска должны склониться на сторону захватившего власть или же сбросить его с трона. Теперь же роль гонцов исполняют радиостанции и студии телевидения, печать, почта и телеграф. Вспомните, что было захвачено в первую очередь в России во время революции, названной великой. И где бы ни было шаткое положение в стране, где приходит фунта, союз военный всех родов войск, первым делом захватываются радиостанции и делается воззвание к народу. Печать сегодня не единственное средство пропаганды и агитации. Самое важное, по словам Ленина, кино, а ныне радио телевидения. Что же показывают по телевидению? О чем пишет рабья печать? Заклад, представленный председателю Ваеве и потрясший его носит название «Насилие в телевидении». Он является результатом детального исследования, проведенного под комиссией Палаты представителей посредством связи. Данные, фигурирующие в докладе, их прям потрясают. Оказывается, запери от обучения в школе. Американские подростки наблюдают в среднем по телевидению 18 тысяч убийств. Что показывают по телевизору? То можно назвать грязь, текущая из этого ящика. Самым трудным вопросом в отношениях между странами является наличие термоядерного оружия. На что надеются масоны? Каким образом думают обуздать грибовидного джина расщепления ядра? Можно только догадываться, так как деятельность военных стратегов засекречена с обеих сторон. Предположительнее всего такой вариант. Стоящие у пультов всех стран генералитеты штабов и подземных шахт давно договорились довести именно до этого состояния наличие ядерного арсенала, а затем запретить его, ибо если будет война, то воевать будут завтрашние мертвецы, и все замыслы о господстве над миром, пар, явившийся на малое время. Когда благодаря военным заказам обескровлены все сейфы мировых гигантов, тогда и приведем всех псевдоисполнителей наших масонских замыслов за стол в Сельсинки, КСВ-2 и за ратификацию этого договора. А пока 500 с лишним миллиардов долларов только от трех стран текут по Волге и Миссисипи и Янзы, минуя все препоны, которые ставятся для центов, копеек и юаней. Кто мог бы разгадать замыслы Ахитофела, которые он имел против царя Давида? И зная хитрость и пронзительную дальнозоркость советника Ахитофела, который на стороне врагов, царь дал только один совет. Расстроить замысел его тем, чтобы делать напротив того, что скажет Ахитофел. Вторая царь, 15 глава. Что и было сделано Путием? Кто из людей может сказать, что ему известны все до единого замысла, многоглавого с девятью рогами Ахитофела? Но апостол Павел говорит, что нам не безызвестны умыслы сатаны. Чтобы день тот не застал нас внезапно, нужно делать то, что не угодно дьяволу и его слугам, масонам. И дело их в твоей жизни будет разрушено, и не Давид, а сам сын Давида Иисус Христос будет с собой, дорогая душа. Неужели ты не видишь, что все вокруг покрыто ложью, и эта ложь и лицемерие всех пред всеми привела к тому, что люди принимают не Христа, пришедшего во имя Отца своего, а того, кто придет во имя свое, и тех, кто приготовляет ему престол. Евреи писали в раввинских толкованиях Мишны, если в мире существует десять частей лицемерия, то девять из них находятся в Иерусалиме. Ныне можно сказать, что если в мире сто частей лжи и лицемерия, то девяносто девять из них у масонов и тех, кто поставлен ими, и кто угождает им, будь то премьер или патриарх. Дирижерская палочка общественного мнения кидает толпу на Вьетнам, и все проклинают их, на завтра враги уже мирно беседуют, позабыв о жертвах напалмовых атак. И лакомый Тайвань с такой легкостью отдается претендующим на него, с такой непонятной легкостью, с таким упорством защищался долгие десятилетия. Кто это делает? Ныне перед нашими глазами развернулась панорама замыслов высокочтимейших, разыгрывающими на планете Земля честолюбивые и благородные замыслы, приведение сынов Иофета к Скине и Сима. Бытие 9.27 когда шатер и престол несравненного будет добровольно привлекать к себе всех благодарных рабов. То, что приходится делать исполнителям этих замыслов, проливать кровь реками, это все же меньше того, что сделали бы люди без этого руководства. Антихрист, когда обличется силою и премудростью от сатаны, тогда напишет свое знаменитое сочинение под заглавием «Открытый путь вселенскому миру и благоденствию». Эта удивительная книга сейчас же будет переведена на языки всех образованных народов и некоторых необразованных наций. Тысячи газет во всех частях света целый год будут наполнены издательскими рекламами и восторгами критиков. Дешевые издания с портретом автора будут расходиться в миллионах экземпляров на весь культурный мир. А в то время будет значить, что весь земной шар наполнился славою несравненного, единственного и великого человека. Никто не будет возражать на эту книгу, как на любую отрепетированную программу партии. Она покажется каждому откровением всецелой правды и всякий скажет, вот она, та самая, что нужна народу, вот идеал, который не есть утопия. И чудный писатель не только уличет всех, но он будет всякому приятен, так что исполнятся слова Иисуса Христа. Я пришел во имя Отца моего и не приняли меня. Придет другой во имя свое, того примите. на конгрессе он изберется почти единогласно полезным президентом европейских и Соединенных Штатов. Конгресс закроется среди общего ликования и великий избранник тотчас издаст манифест начинающийся так. Народы земли совершились обетования, вселенский мир обеспечен, а сныне никакая держава не осмелится сказать война, когда я говорю мир. Народы земли мир вам! Из книги философа Владимира Сергеевича Соловьева три разговора читания 1901 года страницы 164-167 Антихрист родится от девицы еврейки известной обеим полушариям но происхождение его будет покрыто мраком неизвестности мать его особо снисходительная а сом его могут считаться многие эти обстоятельства не могут иметь никакого значения для века столь передового он будет ученый и до выборов президенты останется капиталистом и ни одного темного дела не будет за ним он будет в ореоле святости простоты и кротости как это будет на фоне той неразберихи и тех бездарностей правителей их креатур которые блестяще выполнили только одну задачу развращение жизни и невозможности ее при сегодняшних руководителях все обнародованные преступления все архипелаги гулаги и нюрнбергские процессы будут зримо контрастировать с безукоризненностью нового правителя Израиля А пока рождение третьего мира репетиция культурных революций которая только в Китае в мирное время за 10 лет унесет 25 миллионов жизней подготовка к этой одной из последних сцен из двух трех действий вражда к Америке затем к Советскому Союзу затем подчинение всей Азии замыслом гроссмейстеров не случайно масоны высокочтимых называют гроссмейстерами и мастерами ибо только в шахматах есть такие титулы где идет борьба за свержение короля и главное загнать его в безвыходное положение вот так же свергают они королей одного холеного ногтя которых они не были достойны и не случайно церковными правилами строго запрещена казалось бы безобидная игра в шахматы шахматы слишком серьезны для игры и слишком не серьезны для настоящего дела сказал Ленин но прообраз этой тибетской мудрости раскрывает зловещие всполохи мировых баталий и казни царей вот как пишет о Николае II масон Василевский страница 66 книги правдаискательства Николая от одного взгляда этих глубоких и ласковых глаз светские дамы и мужчины еле удерживали слезы умиления и готовы были на коленях целовать у него руки и ноги так пишет мельник Боткина не раз видевший императора Николая II такие нотки встречаются в устах не только патентованных монархистов прикомандированный в качестве коменданта к арестованному царю революционным правительством полковник Кобылинский человек с большим революционным стажем тоже влюбился в бывшего государя и навлек на себя много упреков с неисходительным отношением к арестованному я отдал я отдал самое дорогое свою честь взволнованно говорит Кобылинский о бывшем царе по свидетельству Карабчевского не остался нечувствительным к этим чарам Николая и Александр Керенский встреча с Николаем и беседа с ним потрясла меня говорит Керенский после поездки в царское село я не знал я не знал ранее этого человека такие же показания находим и у Романова председателя чрезвычайной комиссии образованной временным правительством для обследования грехов старого режима еврей социалист революционер присяжный поверенный которому было поручено Муравьевым обследование действий царя после нескольких недель работы с недоумением и тревогой в голосе сказал мне что мне делать я начинаю любить царя да Россия потеряла царя одного из лучших людей мира а приобрела в лице его достойного героя мученика со всем семейством павшего от заговора гроссмейстеров и вот Николая нет министр юстиции колчаковского правительства Штаренкевич уже телеграфирует союзному совету в Париже о том что в 18 версах от Екатеринбурга крестьяне раскопали кучку пепла в которой оказалась пряжка от подтяжек четыре корсетных планшетки палец относительно которого доктора указали особую холеность ногтя и принадлежность его породы царской руки правительство колчака производит подробное следствие о кошмарном злодеянии по словам екатеринбургского красноармейца Анатолия Якимова в его показании следователю по особо важным делам всего их было 13 человек 13 доктор их пришлось пристрелить и добивать прикладами прикалывать штыками особенно много возни было стрелиной вырубовой она все бегала и закрывалась подушкой на теле ее оказалось 32 раны заведовавший делом расстрела революционер рабочий верх истецкого завода Петр Захарович Ермаков еврей и председатель Екатеринбургского исполкома Сергей Павлович Млышкин тоже еврей в Екатеринбурге издан сборник рабочая революция на Урале по воспоминаниям и документам здесь приведены все данные о казни Николая Романова и его семьи в Екатеринбурге великих князей Сергея Михайловича Игоря Константиновича Константина Константиновича и Михаила Александровича брата Николая II статья последние дни последнего царя который начинался уральский сборник говорит о том что вместо пребывания бывшего царя были усмотрены в дни приближения колчаковских войск опасные симптомы контрреволюционных заговоров в Тобольске была обнаружена деятельность епископа и большого количества контрреволюционных элементов в Тюмени был арестован бывший глава временного правительства князь Львов объяснявший что он будто бы приехал по лесопромышленным делам явились представители Красного Креста от разных дипломатических миссий однажды явился даже член генерального штаба сибирских войск Мигич близость Белого Фронта и Чехословатских эшелонов создавала в это время угрозы падения Екатеринбурга генерал Дидериш на которого верховным правителем Колчаком была возложена задача обследовать убийство царской семьи свидетельствует вся царская семья и великие князья убиты первые в Екатеринбурге вторые в Алапаевске в 60 верстах от Екатеринбурга убийство было совершено в ночь с 16 на 17 июля 1917 года 18 года кровь пролитая не в войне кровь ни в чем не повинных детей и самого царя тысячекратно ужасно и кощунственно неоправданно даже на словах эта кровь пала в первую очередь на Ленина и на его советы масонские исполнители заговора сегодня их последователи новое поколение народившееся за 40 лет пустын нашествия ничего не знает о том на чем и во имя чего были сделаны миллионы выстрелов осколочного эхо Авроры по родному народу это уже после зловещая фигура деспотической тиротнии Сталина заслонила сто крат плотнее солнца чем два победоносшего крыла великая мясорубка и жовщины перемалывала крестьянство России и жалких республик в крошево все вдруг все вдруг сделались врагами народа а великие гроссмейстеры вели статистику жертв и когда дошло до нужной кондиции с разумием в нос народившегося необрезанного племени комсомолии тогда вдруг обнаружен был Берия Лаврентий Павлович соотечественник Сталина этого козла отпущения давно уже приготовили на заклание но прежде нужно было ему бодать к северу и западу и быть упоемным кровью за что же такие ветры столкнулись над нашей многострадальной страной конечно же не потому что Бог забыл Россию не дремлет и не спит хранящий Израиля люди хотели играть в революцию быть свободными мы не рабы рабы не мы случилось так как говорит священное писание ни народом раздражу вас народом несмысленным то есть таким народом который как отребье земли даже назвать народом нельзя а так шайка шакалов боющих так и здесь допустил Бог чтобы люди были даже не рабами а рабами рабов превратились в племя Каина и Ханаана но кто и когда просел впервые на земле русской это сатанинское семя масонства этой последней тайны тайны беззакония вот что говорит об этом история наука и жизнь номер 3 кандидат искусствоведения Вера Бинович название царям туда же дорога история начала революционного движения не всегда располагает фактами и документами заверенными государственными печатями в ней многое было тайным тщательно вскрываемым от царских властей а то что стало достоянием советских историков отрывочно и ясно зашифрованно но даже и эти материалы автобиографические ремарки оставленные на полях рукописи отдельные надписи и рисунки на страницах старой книги нередко приобретают значение исторического документа заслуживают пристального внимания исследователя в результате такой работы начинают вырисовываться новые детали героической картины начала революционной борьбы в России кто он искренний друг первого русского революционера следствие по делу Радищева бунтовщика хуже Пугачева велось начальником тайной канцелярии Шишковским как-то неспешно и это давало возможность друзьям и помощникам великого бунтаря надежно спрятать концы поразительный факт столичный книгопродавец Герасим Зотов распространявший Радищевскую книгу таинственным образом скрылся из-под носа царской тайной канцелярии вообще же в ходе следствия вокруг государственного преступника Радищева образовался какой-то вакуум а сам Александр Николаевич на допросах естественно отрицал наличие у него друзей и до ныне советские историки не обнаружили документальных свидетельств о соратниках первого русского революционера но был ли одинок Радищев действительно ли не было у него идейных единомышленников и друзей а что если еще раз попытаться поискать сведения о близких друзьях Радищева при том ведь это совсем простая мысль в таком надежном источнике который был опубликован еще до следствия в его же книге путешествие из Петербурга в Москву ищем и находим конец тоненькой ниточке оказывается в путешествии кроме известного историком и филологом любезнейшего друга А.М.К. Алексея Михайловича Кутузова однокрасника Радищева Полейцевскому университету Постоянно в главах Хотилов Вышний Волочок Будропуск и Медное вспоминается еще один видно более близкий по духу друг автора Внимательное изучение текста путешествия знакомит нас с этим правда не названным по имени и странным по судьбе человеком искренним моим другом как представляет его читателю Александр Николаевич Радищев В путешествии нарисован выразительный хотя в деталях противоречивый и даже фантастический образ этого друга Он вышедший из среды народной был человек лет пятидесяти написавший множество рукописи причем эти бумаги с подзаголовком проект в будущем и публикует Радищев в главах Хотилов и Выдропуск Далее самое главное в бумагах которые принадлежали искреннему моему другу автор везде видел гражданина будущих времен звавшего глава Хотилов к уничтожению рабства в России и пророчившего таковы судьбратья наши во узах нам и содержимые ждут случая и часа уже время вознесший косу ждет часа удобности блюдитеся да опять подсечены не будете кто же этот друг можем его весьма уверенно назвать Федор Васильевич Коржавин сын емщика и срединародный которому в 1790 году было 45 лет в рукописях и книгах Коржавина высказываются те же идеи что и в путешествии Радищева Федор Коржавин простолюдин по происхождению выступает как защитник интересов драгоценного класса черни призывавший к затоплению в ухо царского скипетра к великой перемене к установлению истинной республики В его рукописях и альбоме содержатся именно те аллегорические пророчества о времени с большой буквы которые приводятся в путешествии Время подъемли свою косу на монументы царизма Горды вельможа зритие гробницы сколь они пышны верно с треском скоро исчезнут падут и последний стрих Коржавин приятель не только Новикова и Радищева близкий к тому же к видным американским просветителям Белине Джефферсону но и ближайший друг и помощник великого русского зодчего Баженова он крупный русский теоретик архитектуры 18 века ставивший в своих архитектурных трактатах острейшие социальные проблемы зодчества героическое выступление Радищева всем известно цель деяния Коржавина только теперь начинает обнаруживаться звено за звеном разыскать эти звенья разыскивать эти звенья приходится в разных краях земного шара где бы в конце 18 века не вспыхивали зорницы революционного движения Федор Коржавин оказывается там принимала в нем непосредственное и активнейшее участие ФК отнюдь не рекламировал свои участия в американских бунтах но особенно категорично он отрешал в официальных документах даже возможность своего присутствия во Франции в годину великой революции он утверждает что вернулся на родину будто бы в 1788 году причем вместе с отданным под мое смотрение художником Иваном Ерменивым однако именно находящийся под смотрением Ерменив 14 июля 1789 года умудрился зарисовать шкурм Бастилии гравюра взятия Бастилии сделанная поэтизом Ерменива хранится в Эрмитаже о присутствии Ерменива а значит вероятно и смотрев что за ним Коржавина в Париже в дни революции прямо сказано в надписи под гравюрой увенчанной изречением так мужество побеждает все препятствия второй раз вернулся Коржавин в Россию зрелым и многоопытным человеком твердым в образе своих мыслей каковы же были деяния русского американца ФК по возвращению в величественнейшую Россию ряд материалов мы их приведем ниже свидетельствуют что Радищев а затем его искренний друг Коржавин соучаствовали в каком-то тайном кружке куда входили близкие им люди но тогда возникает ряд недоумений как же могло возникнуть первое тайное общество первый тайный кружок России какой был его состав в чем было содержание его деятельности начнем с попытки установления года создания первого революционного общества в нашей стране в исторической литературе принято называть в этой связи 1816 год год создания тайного союза спасения будущих декабристов мы попробуем обосновать куда более точную раннюю дату 1783 год пошлемся на весьма авторитетное свидетельство шефа и покровителя Радищева Воронцова писавшего в начале 1791 года своему брату бывшему посланником в Лондоне я не знаю ничего более тяжелого как потеря друзей я только что потерял правда в гражданском смысле человека это господин Радищев он исключительно замкнут последние 7 или 8 лет не был ли он вовлечен в какую-то организацию это чрезвычайной важности свидетельства Радищев возможно скрытно вступил в какую-то организацию примерно в 1780 годы 1783 но знаменателен ли он хоть чем-либо в истории революционного просветительства да знаменателен в 1783 году Радищев написал свою бунтарскую оду вольность в 83 году капнист создал бунтарскую оду на рабство в 83 году Новиков опубликовал антирелигиозную книгу Коржавина Ахукаму Хама Талым Набы и начал публиковать ряд писем из бунтующей Америки в них сообщалось о результатах последовавшей в нынешних годах великой перемены с думами о великой перемене связанные цели возвращения ФК после 28 летних зарубежных странствий они раскрываются им в вожаке показывающим путь Санкт-Петербург Ухнора 1794 год где среди уроков исторических поучающих о необходимости затопить царские ладьи и скипетры в пучине народного гнева помещена молитва к родине о ты родина моя радуйся величественнейшая Россия столи из героев раздавцы прими милостиво А.Б. и же возвращаются в недра твое после столи из странствий и тяний дабы стать достойным твоей я доверенности знедав зыщите их в малом числе тех граждан которые гордясь творением добра гордятся и тем чтобы привыть им сокровенности пока ты сама не узрешь их очами твоими аминь аминь так титуловал его друг президента Джефферсона, профессор Беллини, делает в бунтарской книге намек на существование в России уже в конце XVIII века тайного круга пребывающих в сокровенности граждан, а также на то, что сам А.Б., он же Ф.К., находился в малом числе тех граждан. Откроем другую, не менее как мы увидим бунтарскую его книгу, новоявленный ведун, Санкт-Петербург, Ушнора, 1795 год, где прославляется, как и в «Оде вольность» у Радищева, революционный вихрь. Вихрь показывает путь к доблестям и к чистой совести. Вихрь дорогу очистит. И революционная перемена. В связи с этой переменой провозглашается. Коли правду знаешь, о ней не говори. Испортишь все дело. Перемена, когда будет, то ты будешь выше всех. Никогда ты трех букв Г, П, Т не забывай. И счастливым себя не считай. Видимо, революция, перемена, связываясь с каким-то тайным паролем или союзом. Г, П, Т. Нам могут сказать, что все это намеки и догадки. Да, это так. Но ведь это все было в XVIII веке. Тайное тайных. Попробуем теперь установить возможных и вероятных членов Тайного Союза граждан, который вдохновлялся идеями А.Н. Радищева, причем установить по их, безусловно, реальным антицаристским публикациям. В 90-х годах XVIII века в него, возможно, входили те деятели, которые после ареста бунтовщика, хуже Пугачева, Радищева, сплотились вокруг его истинного друга, чужестранца ФК. Это близкие друзья и единомышленники Коржавина. Зодчий Баженов, поэт Капнис, гравер Набгольц, переводчики А.В. и Е.В. Разнотовский, издатель ШНОР, может быть, даже поэт Бухарский, художник Ермениев. Имя под руководством вожака ФК. Он же, ведун ФК. Он же, издатель ФК. Были в 90-е годы изданы десятки книг и гравюр, в которых они клеймили царизм и крепостничество и призвали к просвещению народа, к великой перемене, к установлению такой истинной республики, где не будет тунеядцев ленивых. Впрочем, данные округи друзей Радищева и Коржавина скорее косвенные, да и их немного. Однако даже они свидетельствуют, что мифу о наличии в XVIII веке единственного революционера приходит конец. Вожак ФК и его соратники жили при трех монархах. Екатерине II, Павле I и Александре I, что соответствовало трём периодам в их деятельности против самодержавия. Сперва это революционно-просветительское обличение в целой серии книг и гравюр лицемерной развратной и деспотичной императрицы, должность которой должна быть сумма упразднена и заменена новоизбранными начальниками. В начале 90-х годов выходит несколько книг Коржавина, содержащих намёки на Великую Матушку-Царицу. В роде человеческом корыстолюбивая мать, ненавидящая час своих, лишающая их удовольствия сделаться полезными членами в обществе своих граждан, и поэтому убивающие их на изжесточайшую в моральном смысле смертью, может справедливо уподоблено быть нехидне змеи-виппери этих нехидн двуногих полезно для общества истреблять. В середине 90-х годов эти обличения приобретают всю большую конкретность и остроту, перерастая в прямые призывы к революционному свержению всероссийской самодержицы. Дерзкими, безумно-смелыми были эти прорицания гибели с шумом царей от вихрей, от дубины народного мятежа. Если бы их расшифровали, тогда же погибать бы Федору Коржавину в каменном месте. Резонно спросить, куда же смотрели императорская власть и ее тайная канцелярия? Светлое око императрицы не видела всей этой крамольной деятельности, ибо недреманное око власти начальник тайной канцелярии Шишковский сохранились, мы их ниже приведем, кое-какие из документов, свидетельствующих об этом, получил за одолжение вожаку ФК деньги и немалые. Видимо, связи семьи Коржавина с Шишковским установились еще в 50-х годах, когда старшие члены этой семьи преследовали тайной канцелярией по грозным обвинениям в атеизме и наговорах на Бельмош и саму императрицу. Приговор же главе семейства был на дивах прекрасно душен. Указав, чтобы он пред таких преступлений чинить не держал, учинил свободно. Начальнику царской тайной канцелярии Шишковскому видимо, не просто было бы обличать государственного преступника, за который ему неоднократно заплатили. Наладив небесполезное для замышляемого дела контакты с действительным статным советником Шишковским, вожак ФК пытался, как видно, найти пути к самому наследнику престола, великому князю Павлу. Так, вожаком ФК был сделан второй шаг наряду с прямой критикой тирании, при принятой попытке прозондировать возможности использования некоторых сил при дворе в интересах перемены. Горжавин хорошо знал малосимпатичные черты натуры Павла, однако, превыше всего ставя политические соображения, ФК пытался через Баженова наладить с Павлом нечто вроде политического блока на борьбу с матушкой императрицей. Известно, что связанный по делам службы с наследником престола Баженов в трижды в 1784-1887-1888 и зимой 91-92 годов встретился с цесаревичем Павлом. Найденные при обыске записи Баженова об этих встречах были основой для осуждения в 1792 году Новикова и московских масонов. Но исследователи не обратили внимания на то, что грозная для царизма суть этих материалов никак не укладывается в рамки умеренных масонских взглядов или каких-то династических интриг. Московский главнокомандующий Прозоровский писал начальнику тайной канцелярии «Если б успели они вертону будущего императора Павла привести, как и старались, чтоб уже сделали французского краля». Масон Трубецкой в паническом покаянии утверждал «А Новиков много раз говаривал, что Баженов фанатик, которому кажутся небылицы». Сам Новиков заверял тайную канцелярию по получению в наши руки бумаги сей Баженовом писаной «Ни малого намерения, ни же поползновения к какому-либо нибудь омыслу или беспокойству и смятению не имели, ни в мысли не входило». И добавлял «Почему пункту ни мыслить, ни писать без внутреннего содрогания не могу». Цесаревич Павел выспрашиваемый матушкой Екатериной в ужасе открещивался от баженовских записей «Нужно быть сумасшедшим или глупцом, чтобы быть при всем при чем-нибудь во всем этом». Вместе с тем ведун С.К. догадывался о сложности такого даже тактического блока с Павлом в интересах великой перемены. Ему ли снести такую должность? Чушь, юж, ношани по нем. Подобавит босслужитель царю верно и честно, тем себе прокладывай дорожку подалее. Перемена не дурна, молодым людям то наука. В перемене есть удобность, но где твоя самоспособность? На что тебе перемена? Это наглая измена. И заключал, еще не та пора, и без нового звания будет тебе перемена. Вот этот факт. Император Павел освободил и вернулась к Кибели Радистина. Император Павел освободил и смягчил участь просветителя Новикова. Император Павел освободил по просьбе Баженова, обвинявшегося в участи во французской революции доктора Колокольникова. Император Павел дал фанатику Баженову чин действительно остатка советника и сделал его вице-президентом Академии художеств. Император Павел дал Капнисту увозимому уже было фельдегерем в Сибирь, вернуть его с дальней дороги новый чин и назначил его директором русской труппы императорских театров. Император Павел почтил наконец своими милощами бунтовщика из бунтовщиков вожака СК. Царизм пал. Как пшеница, так и плевелы. Вначале дают зелень, потом колос, затем полное зерно. Куда завели идеи масонского декабризма? Это не по телевизору нужно смотреть, а выйти на улицу вечером. Мутная река, рейн мировых отбросов. Не сама ли природа учит, во что превратились речи людей, их словолюбие и пустое словословие самим себе, неоновые всполоки бесславия бессмысленных участников этой игры просветленных. Как смеются руководители, дирижеры народного мнения, одно слово и уже завтра толпа будет проклинать то, перед чем преклонялись с таким трепетом и благоговением. Вспомните преклонение перед Салином, Гитлером, Муссолини и как по одному слову мастеров и архитекторов эти идолы были не спровергнуты и оплеваны. Это тоже репетиция того, как могут бои, бессмысленная сада баранов и болванов легко кидаться из стороны в сторону и нет в мире большего желания для преступника как темная ночь и чем она темнее и чем она длиннее тем он радостнее ее ожидает. Нечто подобное случилось сегодня с мировой революцией и мировой реакцией и неофашизмом. Стюду Крис дайте нам такого перед кем мы могли бы преклониться но чтобы все сразу кто разрешил бы все наши проблемы и вот на такой преступный мир придет желаемый народами сам самый преступный а пока пока последние сцены за кулисной игра еще продолжается созданный сионистами в 1948 году Израиль это единственная страна разведка и армия осведомителей которых возникли намного раньше возникновения государства немедленно приступил к переделке границ поверженный Египет в тройственной агрессии в 1956 году уже готов был переходить на партизанскую войну по всей стране тоже вдруг оказался партнером Израиля Бегин и Садат одновременно награждаются Нобелевской премией мира как апостолы мира и это единичный факт в мировой истории когда два смертельных врага вдруг обнимаются и получают одну и ту же награду в чем же дело что заставляет Садата сжечь за собою все мосты разорвать все свои союзы и верить в свою судьбу единственной лишь доброй воле Израиля и Соединенных Штатов которая по его же словам держит держит в своих руках 90% всех козырей в ближневосточной игре поняв что революция Насера как и любая революция есть беспочвенная затея политических авантюристов Садат как Исаф понял что лучше обняться с Иаковом у которого такое благословение и два штана который может и взаймы дать деньги говорила премьер-министр Голдемейр материнское молоко политики а где деньги все деньги мира у евреев сразу же международный банк масонов дал Египту 4 миллиарда долларов для поддержания его платежного баланса чтобы Египет мог перенести бремя своих краткосрочных долгов в разряд более долгосрочных это позволило ему справиться со своими горящими долговыми обязательствами перед мировой банковской системой евреев и помогло ему восстановить платежеспособность страны как они собираются сохранить платежеспособность страны это выше моего понимания сказал один банкир из Америки 3 года назад обосновавшийся в Каире в 1976 году внешний долг у Египта достиг 12,2 миллиарда долларов то есть почти 10-кратной стоимости товарного экспорта потребность страны в валюте на период 77-го 80-х годов достигает головокружительной суммы в 13 миллиардов долларов до ныне пока не ясно где взять эти деньги Суэцкий канал дает в год чистой прибыли 500 миллионов приварок от нефти 330 миллионов за 21 миллион тонн в 1977 году а процент от займов растет столетие столетие евреи копили деньги чтобы можно было делать революцию или свергать монархов закупать президентов как Говард Хьюф этот миллиардер невидимка любимой поговоркой которого было за деньги я куплю любого а кто не сойдет в пути того раздавлю да и как не раздавить если вся мафия мира подчиняется масонам породившим их как карательный аппарат уничтожающих свидетелей и тех кто много знает про них золотой поток течет в банки зодчих переустроителей мира что значит революция в Никарагуа если задолженность ее банкирам Америки составляет 1 миллиард 600 миллионов долларов неугодные Кинги Кеннеди Альда Мора исчезают с мировой арены вместе с бесчисленными свидетелями неугодными масонам а кто же в Америке заправляет всеми заводами банками евреями она выращена и имя она будет неспровергнута вот что пишет бизнес УИК в Нью-Йорке за рубежом номер 45 за 1979 год Америку в Нью-Йорке в Нью-Йорке мира она началась как известно с великого краха черного вторника 29 октября 1929 года когда на американских фондовых биржах курс акций всех компаний внезапно и бесконтрольно покатился вниз стоимость акций к 1932 году упала в 7 раз по сравнению с 29 годом товары включая золото подешевели на 40 процентов промышленное производство сократилось на 50 процентов а международная международная торговля на 30 процентов по оценкам международной организации труда во всем мире потеряли работу 30 миллионов человек крах фондовой биржи в 29 году положил начало 50 летнему периоду полному потрясению полных потрясений после второй мировой войны началась холодная война вызвавшая невиданный раскол между восточным и западным блоками при внимательном рассмотрении этого 50 летнего периода бросается в глаза поразительный контраст речь идет о различии между реакцией американцев на события происходившие в первые 10 лет полувекового периода и их поведением в 60 и 70 годах в 30 годах население сравнительно терпимо воспринимало свои ужасающие экономические условия в 60 и 70 положение резко изменилось это было время беспорядков гражданского неповиновения отказав служить в вооруженных силах вместо того чтобы уважать правительство его стали презирать утергейт породил ненависть в вашингтону которая до сих пор жива мы в сегодняшней Америке ближе к окончательной победе над бедностью чем какая-либо другая страна в истории бедняки исчезают из нашей жизни мы еще не достигли цели но если у нас будет возможность продвигаться вперед в соответствии с политикой проводившейся последние 8 лет то вскоре мы с божьей помощью увидим день когда нищета будет изгнана из нашей страны это цитата из речи Герберта Гувера во время президентской предвыборной кампании летом 28 года и это заявление Герберта Гувера бывшего тогда президентом США не было глазом вопиющего в пустыне в 28 году но почти никто не замечал признаков приближавшейся катастрофы мало кто ожидал наступления великой депрессии Эли Гинсберг экономист из колумбийского университета пишет Великая депрессия вызвала самые важные революционные изменения в образе мыслей и идеологии американского народа в этом столетии она внесла глубокие изменения в образ мыслей трех поколений американцев то как они думают о себе о своем правительстве об экономике и о своем обществе но точно так же как Англия в свое время не смогла больше играть роль финансовую и политическую стержню мировой системы так как ее промышленная база ослабела настолько что пришлось отделить фунт стерлингов от золотого стандарта Соединенные Штаты сейчас тоже отступают на экономическом фронте Соединенные Штаты пытались подпереть падающий доллар с помощью контроля за экспортом капитала но безуспешно потребность финансирования транснациональных корпораций распространявшихся по всему миру в 50-60-х годах создала мировой денежный рынок который нельзя было остановить с помощью правительственного декрета попытки американского правительства установить контроль над экспортом капитала привели к возникновению еврорынков и не имеющие гражданства деньги этой внеправительственной финансовой системы стали оказывать важное влияние на мировую капиталистическую экономику рост еврорынков был феноменальным и к 79-му году они были гораздо крупнее всех резервов имеющихся в распоряжении центральных банков за последние 10-12 лет экспорт израильского вооружения увеличился по меньшей мере в 50 раз в 1966 году Израиль продавал оружие лишь на сумму в 10 миллионов долларов чем заторгуют тель-авив генералы может быть продают как металлолом побитые в период войны 73-го года израильские танки пушки и самолеты ведь как известно за 17 дней боев войны судного дня Израиль потерял боевой техники на сумму в 4 миллиарда долларов в том числе 1300 танков и бронетранспортеров 250 самолетов но ничего подобного в меню израильских торговцев оружием самое изысканное блюдо гурманов гонки вооружений реактивные истребители перехватчики Ксир С-2 с дельтовидным крылом самолеты береговой охраны Остен 1124 штурмовики фуга магистр военно-транспортные самолеты Арава ракеты класса воздух воздух и ракеты для кораблей Габриэль орудия калибром 155 миллиметров и даже корабли ракетоносцы в настоящее время вооружение составляет 10% общей стоимости израильского экспорта то есть Израиль государство с населением в 3 с небольшим миллиона человек по уровню распродажи оружия лишь ненамного отсоет от Великобритании Франции и ФРГ и так с одной стороны тель-авивские экспансионисты твердят о необходимости защиты Израиля с помощью новейшего западного оружия а с другой продают оружие самых современных типов тель-авивские тель-авивские власти как известно ничем не брезгуют руководствуясь популярным в Израиле российским кредо отца основателя Израиля Бен-Гуриона имеет значение лишь то что делают евреи а не то что говорят бои по данным арабского журнала Шуф Филастинья основная часть израильского оружия в экспортном исполнении продается в ЮАР расистская общность сионизма и апартеиды сделала эти страны естественными союзниками вслед за визитом в Израиль в 1976 году премьер-министра ЮАР Форстера Тель-авив приступил к осуществлению обширной программы перевооружения расистов в доках хайфы в 1977 году велось строительство шести кораблей ракетоносцев для военно-морских сил ЮАР стоимость каждого корабля составляет 18 миллионов долларов с целью обучения управлению этими судами в Израиле находится около 50 военнослужащих из ЮАР Международный валютный фонд только за один прием продал 796 тонн золота а всего у него 4776 тонн золота и все это принадлежит евреям только в одной части обесценивание золота поставит последние богатые страны на колени перед теми кто даст хлеба чудо и авторитет интересен ход событий в Иране где мусульмане провели довольно необычное дело свергли шаха которого в 1953 году посадили на престол Черчилль и Эйзенхауэр за обещание делиться 40% от добычи нефти есть и монархический строй где ставленникам может быть вполне пригодный для евреев как шах Ирана теперь масоны должны посеять в Иране тысячи смут многопартийность раздор поднять женщин и лучших представительниц разврата натравить направителей старую верхушку убрать расчлинить на Курдистаны а затем прибрать к рукам что так неожиданно выскользнуло золотоносные соки всех республик и держав текут сейфы еврейских банкиров а когда есть деньги беззакония в действии макон часть 4 Иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прельстил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить я Христос и многих прельстят услышите о войнах и военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец Евангелие от Матфея 24 глава 4 6 стихи неужели все это дело каких-то 14 миллионов евреев вправе спросить слушателей конечно в своей стране хозяин делает то что ему выгодно а не тому кто в роли странника в его стране так вот еврейский премьер-министр говорит что граница Израиля не там где она проходит на карте а там где живут евреи а где живут евреи если золотой запас всех стран утекает в сейфы в швейцарских банков благодаря займам то в советском союзе большей частью через частные руки кто укормил правление пусть не первым секретарем а вторым и директором предприятий завода и даже клуба собаководства кому присваивают государственные премии кто устраивает фирмы Глода и Ижи с ними грядущий день когда скажут мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба первое фессалоникийцам 5.3 человечество наших дней гордое человечество так называемого атомного двадцатого века упоенное своей мнимой культурой глубоко презирает эти вещи слова ратификация договора ОСВ-2 приведет к ограничению запрещению и уничтожению ядерного потенциала всех стран в конечном счете такими мыслями питаются правители сверхдержав ныне ой если бы они посмотрели внимательно что стало с народами веренными их водительству деградация человека его варварское отношение к природе могут привести к окончательному исчезновению человека как вида удастся ли избежать этого краха или уже сегодня нужно занести человека в красную книгу Кьери Монбриолем опубликовал шестой доклад римского клуба энергия обратный счет доклад предупреждает против смертельных иллюзий наивных людей надеющихся что все как-нибудь уладится энергетический кризис для человечества почти такой же опасности угрожает как и атомная война либо мы примемся за дело либо нам конец я знаю говорит Печеи что человек агрессивен эгоистичен близорук алчен но не до такой же степени чтобы стать самоубийцей а поскольку человек так называемый средний человек не владеет миллиардными средствами не управляет международными монополиями и банками не стоит во главе правительства то есть не имеет никакой возможности практически действовать при том в масштабах ему остается не имеет доставки не имеет никакой никакой